представьте ситуацию что вы снимаете ролик для youtube канала в этот момент фоном у вас не играет никакая музыка вы свой ролик доделываете и заливаете на youtube через некоторое время приходит жалоба на то что вы нарушили авторские права это видео вы не сможете монетизировать это видео будет у вас касаться значком за нарушение авторских прав что может быть музыки например фоновой у вас не было но вдруг во время вашей записи вас зазвонил телефон или это там другой комнате или рядом лежал неважно даже на мелодии звонка вашего телефона может стоять музыка с авторским правом какие бывали еще случаи когда было нарушение авторских прав конечно эти случаи оспаривались но тем не менее например был случай когда на заднем фоне у мужчины который записывал видео наукал кот наукал кот и на него значит подали жалобу за нарушение авторских прав это мяуканье кота было расценено как музыка какая-то в электро стиле там у них тоже в нашей музыке использовалась мяуканье кота естественно он протестовал это все убрали этот значок на ошибку что ошибочно было расценивать чтобы вот эта музыка оттуда нет вот поэтому будьте внимательны сегодня я расскажу вам подробнее что такое авторское право музыка музыки для youtube всем привет с вами ярослава грамакина сегодня мы поговорим с вами о том что такое авторское право относительно вашего канала на youtube и так очень часто когда вы загружаете свои ролики которые делали с своей душой рядом с вашими роликами могут появляться такие выражения например видео содержит материалы защищенные авторским правом что это означает жалоба на нарушение авторских факт появляется да так ваше видео может показываться с рекламой ваше видео найден контент защищенный авторским правом правообладатель разрешит вам показывать видео но в ролике может показываться рекламы ограничения на просмотре нет и не подлежит монетизации ваше видео не удалено с youtube но вы не можете его монетизировать так как в ролике найден контент защищенный авторским правом так теперь понятным русским языком буду объяснять что это значит это значит что вы не сможете монетизировать те видео на которых есть такой значок вот он обозначен еще раз покажу буковкой с такая рубришки нарушение значит видео содержит материалы защищенные авторским правом жалоба на нарушение авторских прав вам не нужно пугаться если вдруг вам на вашу электронную почту приходит сообщение о нарушении авторских прав это не означает что вам нужно тут же удалять видео бояться что вас забанят нет это ничего не значит это значит единственное что в вашем видео было обнаружено какой-то материал чаще всего эта музыка на которую у людей есть авторское право а теперь чуть подробнее вот у нас было после мероприятия новогодний переполох профсоюз молодежный совет профсоюзов работников здравоохранения устраивал это мероприятие и именация была танцы естественно все люди танцевали у всех было поэтому музыка на заднем плане вот и там музыка которая постоянно мониторят где было видно что она принадлежит определенной группе или исполнителю эти авторы значит подают ну как бы жалобу да что нарушен авторский прав то есть это все те ролики где у вас есть такой значок вы их не сможете монетизировать у меня вообще монетизация отключена поэтому мне это как бы совершенно не интересует вопрос потому что я знаю что многие на ютубе ролики монетизируют вставляя рекламу впереди то есть сам автор который пожаловался нарушение авторских прав он не может вставлять свою рекламу в мои ролики я не смогу его монетизировать с помощью рекламы но я и так не монетизирую но те кто монетизирует для них это большая проблема так все мои ролики допустим до переполоха идут они все без жалоб везде мое личное авторское право ведь нет 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 вот видите здесь у меня было поздравление с днем матери начальной школе ребята пели под фонограмму детишки поздравляли родители конечно здесь тоже турнир капкайский это я делала нарезочку и сюда ставила музыку что делать если вы создавали свой канал с целью именно монетизации то вы должны записывать видео скажем так в тишине сзади не должно быть никакой фоновой музыки это может показаться скучным да некрасивым некоторые любят музыку но выход есть и в данной ситуации в данной ситуации вы набираете музыка без авторских прав вот тут есть музыка без авторских прав для youtube музыка без авторских прав для youtube фоновая в принципе без разницы какая музыка без авторских прав сам youtube даже предлагает вам такую музыку давайте посмотрим вот заходите на сайты смотрите выбираете музыку без авторских прав насколько я знаю на самом ю тубе тоже есть такая музыка я музыку не вставляю обычно даже если вы нашли музыку без авторских прав ничего не мешает автору через какое-то время в будущем все таки авторские права свалили запросить и тогда нужно будет с авторским правом если вы например сделаете себе интро или автор для своих роликах да то есть это коротенькое видео которое выставляете в начале или в конце и наложите туда какую-то фоновую музыку да она будет без авторских прав авторскими все ваши видео будут помечены вот таким значком поэтому даже используя музыку без авторских прав будьте аккуратны но я использую у меня есть и интро и аута там есть музыка которую я скачивала как музыку без авторских прав уже сколько лет но все нормально едем дальше какие еще есть варианты решения вариант решения может стать стать сами автором музыки да если вы играете на каком-то музыкальном инструменте если вы умеете петь да или вопрос о музыке нужна или песня вы можете записать сами и вставлять свои ролики авторство подтверждено за вами можете использовать на пароли ну вот это то что касается музыки для ваших видео на ютубе и по соблюдению авторства чтобы вас не помечали значком чтобы не было жалоб на нарушение авторских прав всем удачи и хорошего развития канала и